20.30 в эфире КЭП. Здравствуйте и не болейте. Лучше всего оставайтесь дома в Приднестровье. Коронавирус. И начинаем сегодня с последней информации из Бендер. Там в психоневрологическом интернате произошла вспышка коронавируса. Десятки заболевших, больше сотни под подозрением в учреждении развернули коронавирусный госпиталь. Такую задачу поставил президент. Сейчас в Бендерском психоневрологическом интернате более 70 больных коронавирусом. Специалисты продолжают тестировать персонал и подопечных. Сегодня взяли пробы на инфекцию у 91 женщины. Еще 30 человек проверят на вирус завтра. Больных уже отделили от тех, у кого только подозревают COVID-19. За больными наблюдают врачи. Интернат усилили медперсоналом. Учреждения обеспечили лекарствами, средствами индивидуальной защиты и дезраствором. На момент осмотра докторами, которые были сегодня, осматривали наших опекаемых, докторами было расценено их состояние как легкой степени тяжести. Но по результатам, буквально где-то в половине шестого, мы сегодня обследовали 25 человек с помощью компьютерной томографии. И были представлены следующие результаты. Два человека у нас есть, которые имеют пневмонию легкой степени тяжести. Одна из них опекаемая COVID-19 отрицательная, другая COVID-19 положительная. Милиция усилила контроль за входом и выходом из интерната. Сейчас здесь жесткий карантин. Питание, как во всех коронагоиспиталях, усиленное, чтобы пациенты быстрее выздоравливали. Нам необходимо понимать, с какими масштабами проблем мы имеем дело. Понятно, что на определенный промежуток времени это уже будет не интернат, это уже будет инфекционный госпиталь. Со всеми вытекающими отсюда подходами и спецификой. Это будет инфекционная больница с той лишь спецификой, что находиться в ней будут особенные люди. Сейчас во всех социальных учреждениях закрытого типа идут проверки. Это поручение президента. История со вспышкой коронавируса не должна повториться.